Добрый день! В эфире передача «Открытые горизонты», в которой мы расскажем о деятельности общественного объединения «Союз женщин при Урале ОМОТ». В апреле 1997 года женщинам, занимающимся бизнесом, пришла идея создать общественное объединение «Союз женщин-предпринимателей» для того, чтобы, сплотившись, отстаивать свои интересы. И спустя два года, когда возможности предприимчивых женщин увеличились, они переименовали свое общественное объединение в «Союз женщин при Урале ОМОТ». Основная цель и миссия нашей организации – это, во-первых, помогать женщинам в трудной жизненной ситуации, детям, которые также находятся в трудной жизненной ситуации, это дети-сироты, дети из малобеспечных семей. Это как бы первое направление работы. И второе направление работы – это как раз продвижение женщин по политической, экономической и общественной карьере. Но если первая часть вопроса была у нас актуальной, мы занимались большей частью ею, где-то до 2013 года, то на сегодняшний день у нас в городе создан один из немногих по нашей республике кризисных центров, городских кризисных центров. Поэтому в основном с вопросами женщин, которые обращаются, они, те, которые находятся в трудной жизненной ситуации, это и насилие в семье, и все остальные трудности, которые испытывают женщины, сейчас у нас занимается городской кризисный центр. А мы сейчас в основном занимаемся только детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, то есть для них проводим тренинги также бесплатные, проводим курсы, чтобы они могли выжить и были готовы к самостоятельной жизни. И второе наше направление, сейчас вы это видели, это работа с женщинами, с политическим бомондом нашей области. И, естественно, мы должны этот бомонд пополнять, мы должны готовить к нему резерв, а это как раз и цель деятельности школы женского лидерства. За 2016 год общественным объединением была проведена обширная работа, которая включала в себя поездки в Акжаекский, Теректинский, Сырымский и Женебекский районы Западно-Казахстанской области, где для жительниц населенных пунктов были проведены семинары и мастер-классы по различным направлениям. И в подведении итогов уходящего года в здании областной филармонии прошла обширная конференция, в которой приняли участие 120 женщин, освоивших обучение в школе женского лидерства. Сегодня у нас была областная конференция «Роль женщины как основа гармонии в семье и обществе». Мы своей конференцией подвели итог деятельности школы женского лидерства за 2016 год. То есть, если немножечко отойти и начать с истории, то в 2010 году, это 6 лет назад, по инициативе Национальной комиссии по делам женщины и семейной демографической политики при президенте Республики Казахстан были организованы школы женского лидерства. Основная цель вообще школы женского лидерства – это подготовка женщин-лидеров для работы в политике, в экономике и бизнесе. Почему мы обращаем на это внимание? Потому что мы все прекрасно знаем, что в 2006 году была разработана и утверждена указом президента стратегия гендерного равенства на 2006-2016 годы в Республике Казахстан. Этой стратегией подразумевается 30-процентная представленность женщин на всех уровнях власти, то есть во всех тех органах, которые принимают и ответственны за принятие решений. Почему? Потому что это как бы веление времени, а не просто желание женщин быть у власти. Мы сами понимаем, что все передовые страны, которые достигли определенного уровня развития и сейчас входят в тридцатку лучших, в первую очередь и на первое место ставят это социальные вопросы. А у нас, несмотря на то, что темпы развития экономики позволяют быть, может быть, не только в тридцатке, а в двадцатке лучших стран мира, но социальные вопросы и уровень жизни не позволяют еще войти в эту тридцатку. Стоит отметить, что три года назад только одна женщина возглавляла областное управление в нашей области. Но на сегодняшний день уже шесть женщин возглавляют различные управления областного уровня. И четыре женщины являются заместителями Акима районов. Ну, несмотря на это, у нас сегодня, на сегодняшний день мы стоим с конца на втором месте по представленности женщин в областном Маслихате. На первом месте, в кавычках, от конца это Южно-Казахстанская область, и на втором месте Западно-Казахстанская область. Впереди планета из всей у нас идет Павлодарская область, где есть уже 30-ти процентная представленность женщин. Ну и опять-таки, чтобы быть в Маслихате, чтобы руководить, женщина должна к этому быть готова. Это мало того, что она должна как бы родиться с этими лидерскими качествами, но нужно эти лидерские качества еще и воспитывать, чем мы и занимаемся. Это не просто красиво одеваться, красиво ходить, красиво говорить, но это еще уметь изложить мысль, уметь отстоять свою точку зрения, уметь донести до слушателей то, что ты хочешь сказать и то, что ты хочешь решить. Все эти качества, все эти умения мы отрабатываем на своей школе. Также в школу женского лидерства для обучения приглашаются модельеры, стилисты, парикмахеры, которые могут обучить и рассказать о последних тенденциях моды. На выездные семинары общественное объединение приобщает к своей деятельности юристов, психологов и социологов, которые дают консультации и могут не только теоретически помочь своими навыками, но и практически знают, как применить свои знания для каждого человека в отдельности. Если у нас юрист, то у нас юрист, она с одной стороны преподает, это Кубеева, Зульфия Тангиреевна, с одной стороны она и преподает завкафедрой в институте менеджмента и языков, а с другой стороны она еще является юристом и в ассоциации предпринимателей. Поэтому это человек, который и практически, и теоретически знает, как это делать. То же самое психолог. Если психолог у нас Светлана Тлебергеновна Адилова, то она долгие годы проработала, проработает в Центре развития подростковых Жасурпак. То есть она и теоретически знает, потому что занимается с психологами городскими, с социологами. И на практике она встречается и с трудными детьми, и с трудными так называемыми семьями. Поэтому мы пытаемся брать таких людей, которые могут и рассказать, и показать, и сами на практике с этим встречаются. Ну и сегодня вы тоже видели по спикерам. То есть спикеры – это люди не только с большим жизненным опытом, но люди, которые на практике добились больших высот, то есть имеют определенный статус, определенный вес в обществе, в нашем обществе и в республике. Поэтому они могут передать свой опыт, могут рассказать, могут показать, как это делается. То есть вплоть до того, что если к ним обращаются, допустим, вне занятий, они могут проконсультировать и поработать с этими людьми. Какие советы вы можете дать женщинам, которые планируют начать свой бизнес? По статистике из 10 человек, которые начинают бизнес, 7 бросают эти попытки в первый же год занятий бизнесом. И никогда уже к этому не возвращаются. Поэтому рассчитывать на то, что в бизнес ты придешь, и у тебя все быстро сложится, и ты буквально в течение какого-то срока получишь весь желаемый доход, прибыль, сможешь создать свой бизнес, на это не нужно рассчитывать. Поэтому человек, который хочет начать бизнес, он должен четко представлять, чего он хочет, как он к этому будет уйти, какие для этого будут средства. И для этого нужен такой серьезный бизнес-план. И бизнес-план даже не в том виде, в котором сегодня требуют банки, поскольку в основном эти бизнес-планы, они достаточно такие, ну, как бы сказать, воздушные. Реальный должен быть бизнес-план для этого и четкое представление, чего ты и как ты хочешь и чем ты будешь это делать. Без подобной предварительной работы, конечно, бизнес начинать не стоит. И надо быть готовым к тому, что будет сложно, придется преодолевать большие сложности и мобилизовать все свои ресурсы, и материальные, и физические, и моральные. Потому что бизнес — это сложно. Но человек, который четко представляет, чего он хочет, как он хочет, и для этого прилагает все усилия, то он, конечно, обречен на успех. Тем более, наши страны сегодня представляются, я не побоюсь, это сказать, беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Сегодня созданы центры поддержки предпринимательства. Сегодня существует масса разных программ, которые поддерживают предпринимателей, в том числе на стартовом этапе. Во время выступлений спикеры делятся своими советами и жизненным опытом, который может помочь начинающим бизнес-леди в решении тех или иных проблем. Во-первых, верить. Верить в себя, в свои силы. Без веры не стоит начинать никакого-то дела. Прежде всего, вера. Это первое. Второе. Нужно постоянно заниматься самообразованием. Потому что преодолеть трудности может человек, который грамотен, профессионален. А это все приходит со временем, это все приходит с опытом. Поэтому нужно постоянно заниматься своим личностным ростом, профессиональным ростом. Для этого сегодня тоже есть очень много возможностей. Есть масса литературы. И быть готовым к этим трудностям. Быть готовым, но верить в то, что ты сможешь их преодолеть. Если ты скажешь, я все смогу, у меня все получится, это уже можно сказать, что это 50% твоего успеха. Любой человек должен, наверное, перед собой ставить какую-то цель. Для чего он это будет делать, какие перспективы. Изучить свое внутреннее «я», что я могу сделать полезным. Возможно, для семьи, возможно, для общества, для коллектива, в котором он работает. Я не зря сегодня, когда выступала, сказала, что не обязательно быть большим руководителем или менеджером каких-то предприятий. Можно быть простым работником в любой сфере и, тем не менее, быть лидером своего дела. Чтобы на тебя смотрели, на тебя равнялись. Надо быть лидером семьи, именно как женщина. Поэтому я обращаю внимание на тот аспект, что мать современная женщина, современная мама. Она не должна ограничивать себя, она должна быть образованной, высококультурной, даже ради своей только внутренней семьи. Чтобы ее дети равнялись на нее, ее дети черпали не только большую материнскую любовь, но и какие-то знания, какие-то мудрости, советы. Поэтому в современной семье женщина должна иметь такую ключевую позицию, не просто шкварить, стоять у плиты. В то же время она должна быть сильнейшим, большим психологом, мудрым наставником для своих детей. Ну а дальше горизонты большие. Женщина, я поэтому и говорю, время уникальное, время прекрасное для современной женщины, когда она может развиваться и сказать свое «я». Подобные конференции интересны обширной публике. И впитывая опыт поколений, женщина видит живой пример, к которому нужно стремиться. Подобные мероприятия очень помогают для людям, которые делают первые шаги, которые еще где-то общие представления. Это как, знаете, на определенном маршруте, когда тебя встретили, показали новые ориентиры, показали новые пути. И дальше ты уже с более четким пониманием того, что ты хочешь, ты идешь дальше. С тобой делятся опытные спикеры своим видением, своим опытом, помогают ответить на какие-то вопросы, которые у тебя в душе. Поэтому я считаю, что эти мероприятия очень важны. Школа женского лидерства, которая организована с Союзом женщин при Урале, она работает уже более шести лет. Я считаю, что она делает очень большую вещь. Ведь лидерами не становится одномоментно. Для этого нужен долгий-долгий процесс, в котором участвуют и семья, и общество, и государство. И поэтому вот эти школы – это одна из ступеней, одной из составных частей этого большого, очень важного процесса. Воспитание в женщинах лидерских качеств. Возможно, они не станут там супер великими какими-то государственными деятелями, или там супер великими деятелями в бизнесе. Возможно, так не будет. Но то, что эти школы посеют в их душах, в их сердцах вот зерно, и это зерно все равно прорастет, оно все равно даст свои плоды. Но несмотря на гендерное равенство и стремление женщины не уступать мужчине, наши героини напоминают подрастающему поколению, что важно оставаться представительницей прекрасного пола и не забывать о своем истинном предназначении. Если говорить о роли женщины в современном мире, нужно ответить одним, наверное, словом – женщина имеет свое определенное место. Мы сейчас в колледже воспитываем, обучаем 80% девушек. Сегодня девушки, завтра – это будущие мамы, будущие жены. То есть от их, наверное, уровня воспитанности зависит, в общем-то, будущее нашего государства. Понимая и зная об этом, мы сейчас вот в своем колледже даем такое определенное направление по воспитанию будущих матерей, будущих жен. Почему? Потому что вы все прекрасно знаете, что в любой семье, допустим, важную роль играет женщина, женщина-мать. Вообще в казахской семье изначально девочек воспитывали в одном направлении, мальчика в другом направлении. Девочек воспитывали как гостью, потому что девочка – это уже в будущем она уходит из дома и выходит замуж. И значит, ее место, ее, наверное, счастье уже в будущем в другой семье. Поэтому казахи, в общем-то, воспитывали девочек в таком, наверное, в любви. Любили их, баловали девочек. И, может быть, даже больше, чем мальчиков, потому что к мальчикам они были строги вообще в воспитании в семье, потому что мужчина – это глава семьи, и он должен быть стойким, выносливым, и на самом деле должен иметь мужской характер. В этом направлении у нас вот педагогики, мы рассказываем будущим нашим учителям, что воспитание девочки, оно направлено на будущее ее, что вот мы ее, как женщину, воспитываем в будущем. В завершении конференции всем слушательницам были выданы сертификаты, а яркие представительницы Школы женского лидерства высказали свое почтение и благодарность кураторам проекта. Школа женского лидерства, которая на протяжении этого года активно работала на территории нашей области, действительно очень полезна для многих женщин раскрыть свои способности, таланты, развить больше в себе уверенности. И, конечно же, вот сегодняшняя областная конференция, которая прошла в здании областной филармонии, где мы увидели и смогли воочию пообщаться с уникальными современными женщинами в нашей области, например, кормональной Шолдмаху Рулаевну. Люди, которые своим примером показывают, как гармонично можно сосчитать в себе и работу, дом, быть образцовой матерью, женой, бабушкой, быть руководителем, общественным деятелем. Они действительно истинные примеры, показатели тех женщин, которые своим трудом, упорством, трудолюбимой ответственностью смогли добиться очень многих высот жизни, оставаясь при этом милыми, добрыми, очень ответственными и женственными людьми. Мне хочется выразить слова благодарности всем организаторам, кураторам Школы женского лидерства, потому что очень много участников было со всех районов области. Они открыли глаза на какие-то вещи, поняли, что можно добиться очень многих высот, и очень многие поменяли свое мировоззрение, начали шире размышлять, ставить новые цели, задачи. Возможно, ранее они думали, что они не могут этого достичь, но пройдя эту Школу женского лидерства, сейчас они полны уверенности в себе. И, конечно же, выразили слова благодарности всем участникам сегодняшней конференции. За годы деятельности общественное объединение «Союз женщин при Урале-УМЭТ» реализовало несколько проектов, которые занимаются социальными проблемами уязвимых слоев населения и провели работу по подготовке детей-сирот и оставшихся без побечения родителей к жизни в социуме. На протяжении трех лет сотрудничаем, тогда еще была компания «БИДЖИ», а сейчас это компания «ШЕЛ», которая занимается в нефтегазовой отрасли на территории Казахстана, действует иностранной компанией английской. Мы с ней сотрудничаем, она нас финансирует, и мы проводим большой проект, если это раньше был проект для поддержки детей, выпускников детских домов и детей из малообеспеченных семей, то на сегодняшний день этот проект нацелен на безработных женщин. Он называется «Антикризисная программа действий». То есть мы проводим бесплатно курсы переподготовки, сейчас уже все идет к завершению, когда безработные женщины, а это не просто женщины, которые, допустим, сидят дома и не хотят работать, а это те женщины, которые стоят у нас сейчас, допустим, на учете в центре занятости, то есть мы непосредственно с государственными органами сотрудничаем, они там стоят в центре и, естественно, хотят пройти переподготовку и найти себе работу. И вот мы по четырем направлениям работали с этими женщинами, то есть мы готовили парикмахеров, готовили мастеров маникюра, готовили швей и готовили поваров. На сегодняшний день все выпускницы у нас завершили, заканчивается практика у многих, многие уже вышли на работу, и я могу с уверенностью сказать, что 60% уже работают. То есть это как бы вот наша лепта, наш вклад в то, чтобы казахстанские женщины были востребованы, чтобы казахстанские женщины работали, получали деньги и могли содержать и себя, и свою семью. Помимо проводимой работы, в которую входят тренинги и семинары, общественное объединение также планирует продолжать свою деятельность в этом направлении. Но у председателя школы женского лидерства также есть еще ряд поставленных задач, которые она бы хотела воплотить в жизнь. Сегодня было очень много предложений по подготовке женщин к семейной жизни, то есть молодых женщин. Я думаю, что сегодня мы еще будем смотреть и разрабатывать проекты как раз вот по подготовке наших молодых девушек и женщин к семейной жизни. Это не только, допустим, какие-то психологические там аспекты, но это еще и элементарно, допустим, распределение бюджета. Потому что можно получить деньги и за 2-3 дня их спустить, а можно получить деньги и распределить их так, чтобы и на месяц хватило, и у мамы с папой не просить, и может быть какую-то часть даже откладывать, и какие-то покупки себе делать. Потому что, к сожалению, сейчас вообще, конечно, в большинстве случаев молодые семьи не думают о том, как распределить бюджет, они только думают о том, чтобы мама с папой не отказали им в очередной порции денег. Я думаю, что это вот одна из новых направлений деятельности будет. Ну и еще думаю, что нужно будет... Мы прошлый год пытались, но, может быть, сейчас нас услышат. Мы еще хотели организовать вообще курсы домашних нянь. Потому что востребованность такая и есть. То есть многие бизнес-леди, многие женщины, которые работают, они не хотят терять работу, не хотят терять место из-за того, что, допустим, ребенок родился, сидеть с ним до 3 лет, пока его возьмут в детский сад. Но, с другой стороны, у нас нет понимания еще у наших самих женщин, потому что они еще как бы вот не думают о том, что на этом можно не только зарабатывать, но это еще и развитие же, потому что она будет развиваться вместе с этим ребенком, она будет как бы вкладывать в него свои мозги, а чтобы вкладывать в свои мозги, нужно их еще как бы и привести в действие. И потом мы сами же знаем из литературы, из кино, что домашние няни всегда жили и живут очень хорошо. То есть она и видит мир с этим ребенком, она вплоть до того, что ребенок вырастает, и няню отправляют вместе с этим ребенком там учиться за рубеж и так далее и тому подобное. Женщины в современном мире многогранны, и возможности каждой зависят лишь от ее веры в себя и в свои возможности. И благодаря успешным примерам и желаниям поделиться своими знаниями, наши современницы стремятся повторить успех многих женщин, которые своими достижениями прославились по всему миру. Как говорила давным-давно Коко Шанель, все в наших руках, и их не нужно опускать. В мое личное пожелание нашим женщинам всегда оставаться женщинами. То есть это она должна быть всегда красивой, умной, одновременной. То есть красивой, это понятно, она ухаживает за собой. А чтобы быть умной, то нужно быть в курсе событий. То есть не лениться и лишний раз, допустим, не смотреть какие-то мыльные оперы или какие-то телесериалы, а лучше в это время там что-то почитать, что-то посмотреть. Потом хождение по интернету, по этим лабиринтам интернета, тоже мало что дает для ума. Конечно, можно какие-то истории прочитать, что-то там, какую-то новинку узнать. Но большей части это пустое времяпровождение. И я хочу, чтобы все-таки наши женщины не забывали читать. Сейчас в основном не читают. И всегда есть вот, говорит, надо читать по трем направлениям. Первое направление – это профессиональное, то есть читаешь по своей работе. И второе направление – для души. И третье направление – для развития. То есть для души ты можешь читать что угодно, начиная там от, допустим, каких-то там триллеров или любовных романов. Это как вам нравится. И третье направление в обязательном порядке – это зарядка для ума, это классика. Не лениться, трудиться. Любой труд привезет к тому, что ты получишь то, что хочешь. Ну и потом всегда нужно вот чувствовать эту тонкую грань. Я лидер, и я жена. То есть ты лидер на работе, ты лидер в обществе, ты лидер для тех, кто рядом с тобой и стоит за тобой. А в семье ты прежде всего жена, в семье ты прежде всего мама. Поэтому вот то, что было на работе, как я уже говорила, что у женщин должно быть много шляпок, и она вовремя должна их менять. Вот когда ты приходишь домой, ты должна забыть, что ты лидер, что ты семь, пять и волну, а ты прежде всего жена и мама. Вот когда мы не будем переступать эту грань, и когда мы будем знать, что у нас много предназначений, и что мы должны эти предназначения выполнять до конца, вот тогда, наверное, будут истинные лидеры. Как сегодня у нас спикеры говорили, что это должно быть и мудрость, и благоразумие, и скромность. Это не лидер с кулаками, а это должна быть умная, красивая, востребованная, но в то же время мудрая и скромная женщина. Жизнь диктует свои условия, и благодаря быстротечности и эре новых технологий женщины становятся карьеристками, и в погоне за возможностью самореализоваться упускают свое истинное предназначение – быть женщиной. А ведь главное правило всех времен гласит «не навреди». И в нашем случае это означает соблюдение золотой середины. Уважаемые телезрители, а наша передача подошла к концу. И я с вами прощаюсь и желаю успехов и удачи в делах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!